Судороги в ногах хоть раз в жизни испытывали все, однако во время ожидания малыша они могут наведываться чаще. Чтобы избежать проблем, важно взять свои ощущения под контроль и принять простые меры профилактики. Под словом судорога большинство людей подразумевают непроизвольные сокращения или спазмы мышц нижних конечностей, сопровождаемые резкой болью. Это состояние мы обычно описываем бытовой фразой «ногу свело». Самой частой причиной для возникновения подобных ощущений становятся либо чрезмерные физические нагрузки, либо ношение неудобной обуви. Такие судороги считаются физиологичными и повода для беспокойства не представляют. К тому же каждый из нас знает, что если пройти пешком 10 километров без подготовки или весь вечер протанцевать в туфлях на шпильке, то посередине ночи икры и пальцы могут выразить нам свое негодование. Беременные женщины тоже нередко пренебрегают здравым смыслом, совершают обе эти ошибки и обрекают себя на закономерные мучения. Однако в течение 9 месяцев могут возникнуть и специфические поводы для развития судорог. Для начала будущей маме не лишним будет узнать, что врачи используют тот же термин совершенно иначе для обозначения тревожного симптома, который указывает на серьезные заболевания нервной системы, например, эпилепсию или экламсию – тяжелую стадию гистоза. Такие настоящие судороги затрагивают не только не столько ноги, но часто и все тело. Однако на начальной стадии заболевания их легко перепутать с мелкими подергиваниями мышц, которые возникают из-за физического или нервного перенапряжения даже у здоровых людей. По этой причине к судорогам любого характера важно отнестись ответственно и поведать о них врачу. Особенно стоит насторожиться, если они появились в лицевых мышцах или усилились во второй половине беременности. В этом случае потребуются дополнительные анализы для исключения эклампсии. Физиология мышечных сокращений основана на сложных биохимических процессах, протекающих в клетках нашего организма и контролируемых нервной системой. Чтобы мышцы работали слаженно, они должны ежедневно получать определенное количество кальция, калия, натрия, магния и витаминов группы В. Если этих веществ поступает недостаточно, возникает спазм, который приводит к судорожным сокращениям. Во время беременности могут возникнуть дополнительные условия для нарушения минерального обмена. Дефицит важных микроэлементов может начаться из-за несбалансированного питания. Так многие современные женщины испытывают патологический страх перед лишними килограммами и садятся на диету даже в интересном положении. Делать этого не стоит, прежде всего ради здоровья малыша, а заодно и для избежания судорог. На том же основании в период беременности противопоказано вегетарианство. Витамины группы В в полном объеме содержатся только в мясе. Другая пагубная тенденция не щадить себя на работе, а ведь если во время беременности не избегать сильных нервных или умственных нагрузок, магний, ключевое для нервной системы вещество, будет расходоваться очень быстро. Потерю витаминов и полезных макро- и микроэлементов может спровоцировать еще и частая рвота на фоне токсикоза первой половины беременности. В этом случае потребуется консультация врача и, возможно, стационарное лечение. Предотвратить нарушения минерального обмена поможет рациональное питание, полноценный отдых и разумный рабочий график до ухода в декретный отпуск. Для устранения дефицита помимо витамина-минерального комплекса кушер-гинеколог может дополнительно назначить препарат, содержащий магний и витамины группы В. Естественные изменения, происходящие в организме беременной женщины, тоже располагают к появлению судорог. Из-за гормональной перестройки повышается уровень прогестерона и релаксина, которые оказывают расслабляющее действие на мышечную стенку вен. Параллельно увеличивается объем циркулирующей крови в среднем с 4 литров до 5. В этих условиях ее отток по венам снизу вверх ухудшается автоматически. В результате возникает застой крови, из-за чего поставка важных веществ к мышцам сокращается. Возникает спазм, а вслед за ним судороги. Но есть и другая опасность. Чем больше объем крови, тем сильнее нагрузка на сердце и сосуды. При их длительной и чрезмерно активной эксплуатации могут пострадать стенки и клапаны вен. Если это случится, разовьется варикозная болезнь. У 90% женщин она впервые проявляется именно во время беременности. Перекачивать кровь снизу вверх помогает не только клапаны в венах, но и мышцы нижних конечностей. Они сокращаются, работая как насос. Однако под тяжестью набранных килограммов им сложнее выполнять эту функцию. Мышцы быстрее устают, а при перенапряжении недополучают минеральных веществ, поэтому спазмы возникают чаще. Предотвратить нежелательные эффекты способны заблаговременные меры. Так, если будущая мама еще до зачатия входила в группу риска по развитию варикозной болезни, необходимо носить компрессионный трикотаж. Во время беременности непременно потребуется консультация флеболога. При необходимости он поможет подобрать нужную степень компрессии и оптимальную модель. Без назначения врача носить утягивающий трикотаж нельзя. На сложный для вен период лучше отказаться от шпилек и выбирать только удобную обувь на устойчивом каблуке не выше 5 сантиметров и широким носом. Тесные туфли ухудшают кровообращение. Не менее важно постоянно поддерживать мышцы ног в тонусе. Для этого нужно подобрать адекватную физическую нагрузку, гулять пешком, заниматься плаванием. В статичных, сидячих и стоячих позах следует проводить как можно меньше времени, иначе застой в венах гарантирован. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова